Жизнь невозможна будет на этой территории. Я испытывал какой-то ужас. Творец и 500 километров. В нашем мнении никто не собирался. Вот даже представьте, не можете какой-то творец и бездарствовать. Не убедились, что они просто... Гидрогеологическая воронка. В России развиваться и превращаться в рожанную пустыню. Это безумие. Всем привет! Мы в селе Ялань-Колена, это под Новохоперском. В 25 километрах отсюда Хоперский заповедник. И 8 лет назад было принято решение разрабатывать здесь Яланское и Ёлкинское месторождения никеля. В то время, когда эта история только начиналась, я не интересовался ни политикой, ни какими-то общественными проблемами. И я подумал, а сколько нас таких? Да, мы что-то слышали про добычу никеля, знаем, что это вроде как вредно. Но почему вредно? Насколько вредно? Что вообще сейчас с этим проектом? Ответить смогут, наверное, только те, кто этой проблемой постоянно занимается. А ведь история с разработкой никеля привела к самым массовым протестам в Воронежской области за последнее время. Десятки тысяч людей встали на защиту экосистемы Хопера и его окрестностей. Митинги, собрания, круглые столы, маршрутки с символикой борьбы против никеля. Все это было. Сменилось уже несколько поколений активистов, и кажется, что эта история давно позади, ведь почти никто об этом не пишет. Но уже этим летом УГМК, компания, которая занимается разработкой месторождения, представит свой проект. И после его утверждения в 22 году может начаться добыча. В этом фильме мы расскажем о людях, которые принимали непосредственное участие в борьбе против уральских металлургов. Восстановим всю хронологию событий и объясним, почему добыча никеля угрожает природе не только Воронежской и соседних областей, но и всей Центральной России. Надо отметить, что тогда новость о начале разработки была громом среди ясного неба. И в первую очередь на защиту своей земли вышли жители Борисоглебска и Новохоперска. Вступник начинался у нас в 2011 году, но тогда такой организации не было. Несколько человек сразу увидели по телевизору, по Первому каналу нашего президента, тогда премьер-министра Путина, который встречался с Торжалковским, тогдашним директором Норникеля. И в прямом эфире, они там были в записи, поведали всем, что в Воронежской области будут проводиться исследования на предмет нахождения здесь никеля, месторождений. И назвали, первый раз мы услышали, это елка и елань-кален, по крайней мере я. Начали искать на карте. Оказалось, что это в 60 километрах от Борисоглебска. Тут же, ну вот, я этим занимался, открыл тему на городском форуме о добыче никеля. Началось бурное обсуждение. В течение года все было сначала в сети, а потом, когда мы уже поняли, что события развиваются не в лучшую сторону, люди начали между собой общаться. Митинги у нас самые большие были в Воронеже в 2012 году, которые собрали порядка трех тысяч человек. Где-то примерно так, в районе трех тысяч митинги и собирали в Воронеж. Многочисленный митинг был в Борисоглебске, в Новохоперске. В Воронеже люди думают, что это далеко как-то от них находится, поэтому собирались только те, которые вникли в тему и проблему. А уже по весне я открыл в Одноклассниках группу, в ней обсуждали тему добычи никеля, и буквально за неделю, за две собралось 300 человек в этой группе и объявили первый митинг. На первом митинге у нас собралось, мы смогли собрать первые подписи против добычи, тоже где-то около 300. Поняли, что людям эта тема интересна. Это вот было у нас начало такое. Можно сказать, 62 тысячи человек, я думаю, для региональной группы это много. Это не считая ВКонтакте и так далее. В Воронеже там тоже организация Воронеж против добычи существует, и вот они тоже там свою ввели работу. Но коммунисты нас поддерживали одно время, как бы ввели, плотно с нами сотрудничали, можно так сказать. И после этого у нас по нарастающей, в течение 12-13 года, можно сказать, прокатились митинги, серии митингов в малых городах по Хопру, Урюпинск, Борисоглебск, Новохоперск, Балашов. Люди собирались у нас 3-5, 7-8 тысяч, там по-разному считали. Ну, это очень много для нашего города. Самый крупный митинг прошел в 2012 году в Борисоглебске. На него пришло около 20 тысяч. А здесь, в Новохоперске и в Ялань-Колено, протест перешел уже в новую стадию, потому что в 2013 году УГМК установила забор, пригнала технику для бурения скважин и уже вот-вот должна была начать работы по разведке месторождения. Жители дежурили круглосуточно, чтобы этого не допустить. В свою очередь УГМК обратились за помощью к ЧОПам, таким накачанным дядькам, которые отлично умеют припугнуть, а в случае чего и физически воздействовать на провокатора. Все это привело к столкновениям и даже избиениям активистов и только накалило градус волнения. Когда УГМК пришли на нашу территорию, то они вели себя как хозяева, не соблюдая никаких законов. Стали себе обосновывать лагерь и мимо этого лагеря проходила дорога в село. Они прямо эту дорогу перекрыли и стали устанавливать металлический забор. Но мы когда приехали, между ними начались переговоры. Они вели себя по отношению к нам грубо, вызывающе. Ну, а я подошла к одному столбу, который перегораживал дорогу. Я его тронула, а он качается. Я его раскачала руками. Вот это мне помогли ребята. И мы несколько столбов этих повалили. После разгрома лагеря, ну, где-то на 5 месяцев никаких работ не велось. А потом, 18 ноября 2013 года, это тоже памятная дата, о которой мы помним и не забудем, мы постоянно об этом вспоминаем и говорим, были очень такие события, трагичные события, когда бульдозер выводил боровую установку снова с базы геологов на поле, мы становились живой цепью и не давали бульдозеру это сделать. Нас просто давили. Руководил всеми действиями немчинов, это руководитель службы безопасности УГМК, у нас были пострадавшие, несколько раз выезжала скорая помощь. Закончилось тем, что человек даже попал под ковш, бульдозер его немного придавила, скорая его потом забрала с места событий. Самое интересное началось после, когда нас всех стали вызывать, нашу полицию, и составлять на нас протоколы административного правонарушения. Когда мы повалили эти столбы, то УГМК вызвали полицию, полиция приехала, и нас типа арестовали. Но взяли с нас протокол, состоялся суд, но и мне вынесено предупреждение. Но после этого движение не заглохло, а только усилилось. Мы все-таки добились, и дорогу эту освободили. Но они огородили всю территорию, и огородили всю территорию, на которую мы уже не имели права зайти. И эти сами УГМК постоянно нарушали закон. У них документы на разработку вот этих месторожений были документы оформлены на поля по посадке пахчевых культур. Вот что самое интересное. Даже документов не было конкретно. Да, они должны были арбузы выращивать на этом поле, а не бурить там. Вот с чего началось нарушение, самое первое нарушение. Непонятно, на каком основании там заборы, нас не пускают, и делают люди, что хотят. И нас давили, мы пострадали, и нас же еще заставили ответить штрафами. Мы, в свою очередь, конечно, тоже писали заявления на них, но добиться ничего не смогли. Мы писали по всем инстанциям, и в Москву, выше. Получилось так, что защиту себе мы не нашли нигде. Те, кто протестовал против добычи никеля в 2012-2013 годах, хорошо помнят, как власти, которым совсем не нравились митинги и пикеты по этой теме, придумали гадкий, но изобретательный способ борьбы с нами. Когда мы проводили пикеты напротив областной администрации, где-то месяца через три появились оппоненты. Начали появляться один там человек, якобы студент с ВГУ, который каждый день в такое же время, как мы, целый день выходил, с плакатом о том, что там никель-то хорошо добывать. Он стоял-стоял, но получается то, что в 2014 году были выборы губернатора. Ну и, видимо, губернатор Гордеев решил, что нам не место там находиться. Их уже ближе к лету начали вместо этого одного мальчика начали происходить провокации. Провокатора, понятное дело, отпускали за углом. Поэтому те, кто в данный момент стоял и не пикетировал, на них ложилась задача сообщать пикетирующему, как только некто с плакатом незнакомый нам направлялся в его сторону, чтобы пока не стало понятно, провокатор это или нет, тот на время свернул плакат. После чего, как угроза исчезала, плакат разворачивался снова и так по кругу. В самый разгар протестов случилось несколько неприятных историй, сильно ударивших по репутации движения. На двух активистов возбудили уголовное дело о вымогательстве. Эта история широко публиковалась в СМИ и вы легко найдете эти материалы. Но если послушать историю со стороны участников, со стороны людей, то все выглядит не так однозначно. Безменский Михаил, он в стоп-никель никаким образом не был. Он представлялся у ГМК, то есть он пытался к нам примазаться, он с нами сфотографировался, еще что-то, да? То есть, да, Житенев, казак, да, у него там есть видеозаписи, да, но есть, так сказать, его же очень сильно избили на вышке. Это, кстати, есть кадры, да? Там под сопровождение полиции, свыше десятка человек полиции, приехали молодчики, схватили, затащили за забор, избили, он лежал без сознания всего. Ему нанесли очень большой физический урок. И там могли сунуть ему взятки в качестве того, чтобы это уголовное дело замять. То есть, не взятка как компенсацию, да? А выиграть это как взятку. Поэтому вот эти предположения, что это имеет каким-то образом к нам отношение, никак. То есть, с Житеневым ничего не ясно, да? Он взял, взял, да? Но как это происходило, неизвестно. А Михаил Безменский к нашему движению не имеет никакого отношения. А то, что это сделало пиар по всем телеканалам, вы знаете, кто это заказал. У нас получается познавиция не особо хорошая. Мы начинаем оправдываться о той деятельности, к которой мы не имеем никакого отношения. В один момент вдруг в движении появлялся человек, который переобувался на ходу и начинал вести себя неадекватно и нелогично. Активисты скромно называют это «Наши пути разошлись». Но как похожи эти расхождения пути с провокациями, которые власть устраивает по всей стране? Когда вот вроде бы был оппозиционный активист, политик. И вдруг он начинает вести себя неадекватно, поливает грязью всех, с кем работал и занимался одним делом. У нас с новохоперцами работал Костя Рубахин. В Борисе-Алепске Валентина Боброва, зеленая лента была. Конечно, они внесли, эта организация внесла тоже большой вклад, сама Валентина Боброва. То есть мы тогда были все вместе, но потом пошла почему-то вражда между лидерами Боброва и Рубахиным. А Боброва категорично была против Рубахина. Она заставляла, чтобы мы, новохоперцы, отказались от помощи оттуда и были вместе с ней. И потом она с националистами движениями объединилась. Потом она проявила то, что хотела как бы... Ну, у нас такое движение, как говорят, лоскутное одеяло, когда каждая ячейка, она самостоятельна и она принимает решения, она как бы независима. И если кто-то проявляет какую-то инициативу, то все поддерживают. У нас нет единого руководства, вождя, лидера. А Валентина Боброва, она хотела быть главной, первой, и чтобы все подчинялись и слушали только ее. Это привело к расколу. Ну, и потом сама Валентина Боброва повела себя не очень хорошо, потому что в передаче Караулова, Пименова она говорила, что мы проплаченные, что на митинг ходят люди за бутылку водки и там окорочка, какие-то курицу она называла. Ну, в общем, это нас, конечно, все возмутило. Мы считаем ее такой поступок предательством. Она давно уже в движении ничего не делает. Но вот, конечно, на первых порах организация «Зеленая лента» сыграла тоже большую роль в объединении народов, в объяснении людям причин, почему нельзя сидеть дома и нужно активно выходить на митинги, что-то делать, возмущаться, добиваться и защищать себя. К 13-14 году вся область знала о планах у ГМК подобычи никеля. Наклейки на магазинах, школах, досках объявлений все это с нуля сделали несколько групп активистов отдельно друг от друга. Важную роль в организации тогда сыграло и казачество. К сожалению, они не захотели сниматься в нашем фильме. Видимо, опасаясь, что штат Навального может как-то не так осветить их деятельность. Я не склонен их обвинять, а местные жители очень благодарны им за поддержку. Очень огромную роль конечно здесь играли казаки. Но мы женщины, мирные жители, конечно, мало представляем угрозы для компании. А казаки, да, это та реальная сила, которую как бы власти, наверное, побаиваются. Наши казаки, да, местные казаки поднялись казаки Волгоградского района. Наши, ну, у нас там вот город Новохопер, два поля переехать начинается в Волгоградской области. Там Урюпинск, урюпинские казаки. Знаете, что мы проводили митинг в Москве? Огромное количество казаков должно было приехать. Казаки участвовали во всех мероприятиях, разных войск, разных организаций. Должно было приехать от каждого города с Урюпинска, с Балашова, с Новохоперска, с Воронежа по несколько автобусов. Это только предыстория, но куда важнее причины. Почему люди вышли на улицу? Почему решили защищать свою землю и от чего? Уже тогда было понятно, что добыча никеля уничтожит экосистему не только в Воронежской и соседних областей, но и несет угрозу для жизни и здоровья людей во всем центральном регионе. Более того, даже сейчас, когда сама добыча никеля еще не началась, люди уже ощущают последствия от проведенных работ. Так, группа активистов уже пятый год проводит замеры радиации вблизи скважин, оставшихся после бурения, и берут анализы воды. Нормы по радиации и примесям порой превышают предельно допустимые в несколько десятков раз. Исследования проводили в независимых лабораториях города Москвы и были крайне поражены, удивлены и возмущены одновременно, когда в 2015 году мы получили первые результаты, где превышение суммарной альфа-активности в питьевой воде превышено в два раза. Уран присутствует 19 микрограмм на литр, очень большое количество серы, люди пьют такую воду. Конечно, мы стабили тревогу, мы стали обращаться во все надзорные органы, но за питьевой воду отвечает Роспотребнадзор, который след за нами провел проверку, тоже обнаружил превышение суммарной альфа-активности в колодцах на улице Новостроящей, это вот самая ближняя улица к месторождению, самая первая колодца, в одном колодце в три раза, в другом в один и шесть раза. Но ответ, который мы получили на свое заявление, содержал сведения, что радиационные нормы не превышены, и все там хорошо. Протоколы о превышении Роспотребнадзора нормативов мы случайно потом сами обнаруживали в материалах судебного дела. Нам было просто, ну как, дико осознавать, что государственный орган, который обязан обеспечивать благополучие человека, занимается сокрытием факта грязной, отравленной, опасной воды. Сам факт возможности добычи никеля здесь, в Черноземье, поставил ступор многих ученых. Ведь об этих месторождениях известно еще с советских времен. Но тогда, после разведки, скважины были затампонированы, то есть закрыты. И этому есть масса причин. Прежде всего, месторождения имеют сложное строение, как в земной коре, так и в составе рудных тел. Никеленосные кристаллические породы перекрыты чехлом осадочных отложений, мощностью до 300 метров, содержащих в себе два рудных слоя из урановых и редкоземельных минералов. В этом же осадочном чехле залегают почти все водоносные горизонты питьевых вод и йодбромных радиоактивных рассолов. Поэтому велика вероятность заражения питьевых вод радиацией, которую несут эти слои. Во всех разновидностях руд Еландского и Ёлкинского месторождения в кристаллическом фундаменте в значительном количестве присутствуют сурьма, цинк, свинец, радиоактивный уран и торий и редкоземельные металлы. Мы проводили великолепную научную конференцию в Воронеже. Называлась она «По устойчивому развитию Воронежской области», на которой выступали, было много докладов, проведена целый день шла сессия, приехали специалисты разных областей, из разных регионов Российской Федерации. Все, как один, сказали, что трогать черноземы нельзя. Вы понимаете, да? Нельзя трогать черноземы, потому что богом данная почва, не земля, а почва, именно почва, она очень богатая гумусом, и она кормит практически всю страну. Именно черноземы дают максимальное урожае. А мы начинаем делать там шахту глубиной полтора километра, чтобы взрывами добывать этот никель, кстати, который, в принципе, никому не нужен, потому что вполне хватает никеля с месторождения в Норильске. И если посмотреть внимательно, что за, по-моему, 60 лет эксплуатации этого месторождения в радиусе 500 километров все убито. Да, вы представляете, но там никто не живет, да, и плюс вечная мерзлота. А здесь центральная черноземная область, это Тамбовская область, Волгоградская область, Воронежская область, Липецкая область, они просто будут убиты. Дело в том, что все мы живем на одной земле, физические и химические законы у нас одинаковы, поэтому, как бы не называли канадские или финские, а технологии одни и те же. Территорий – это химически пассивный материал, то уран – очень химически активный минерал, и он начинает при температуре 100 градусов уже соединяется с водой, с парами воды, а, допустим, при тех же взрывах развивается температура как минимум полторы-две тысячи градусов. Породы будут разлетаться, обогащенные ураном, на почву будут попадать водоемы и переноситься воздушными массами. Эти разговоры относительно финских или канадских технологий – это все обман просто-напросто населения. УГМК убеждает людей, что добыча будет вестись безопасным способом, но мировая практика показывает, что такого способа попросту не существует. Был большой казачий круг, на котором я выступал, и говорил казакам, их было порядка трех тысяч человек. Я говорю, ребята, вот понимаете, в чем дело? Вот это месторождение, которое будут разрабатывать приведет к тому, что вы будете пить отравленную воду, дышать грязным воздухом и кушать продукты, зараженные радиоактивностью и всякой гадостью, которая находится сейчас глубоко, но которая при разработке месторождения, при шахтах, поднимется кверху. Это было, по-моему, в 2013 году. Что самое интересное, в прошлом году мне позвонили оттуда, из Новохоперска, это районный центр, как раз там, где-то месторождение, и сказали, что сейчас самая большая очередь в больницу районную к онкологу. Четыре года назад онколога вообще не было в больнице, потому что не было онкологии. Онкологии не было. А теперь она появилась. Откуда? В связи с тем, что они пробурили 150 скважин на глубину полтора километра, они перераспределили давление пластовое, и, короче, все, что находилось глубоко в зоне замедленного водообмена стало подниматься кверху. Пошел уран, у них радиоактивность увеличилась в 10 раз превышающая Кларк. Откуда взялась радиоактивность в местных колодцах на улице Новостроящей? Местные жители обратили внимание на то, что проходили цистерны через село с казахстанскими номерами. Я думаю, что были отобраны технологические пробы, по всей вероятности, из Казахстана, из Степногорского горно-химического комбината, привозили серную кислоту и пробовали отобрать для того, чтобы понять содержание радиоактивных минералов урана и редкоземельных. Мы где-то 20 марта получили страшные анализы. С 15-го года мы делаем исследования воды, почвы. И вот в колодце, в колодце, где в сахзавод, найден был яд талий. Был у всех шок. То есть, ну как, идет просто ужас. Это геноцид населения, это уничтожение. У них в поселении Ялань-Колена, вот что самое страшное, поднялась водичка с талием. Вы знаете, что такое талии? Да? Талием травили неверных жен в позапрошлом веке. Потому что его нельзя было определить у человека в составе после смерти. И главный признак был, почему человек отравлен талием, потом определили. Клочья волосы вылезали. Вот волосы клочьями выходили, значит, женщина была отравлена талием. Так вот, люди пьют воду с ПДК превышающей 8 раз. Вот знаете, что такое ПДК? Предельно допустимая концентрация. И люди пьют воду, в которой находятся талии превышающей 8-кратного ПДК. Понимаете, это люди заложники. Ну и когда мы обратились, то есть сразу мы пошли в ФСБ, в полицию, во все инстанции, начали трубить в интернет, мы везде стали выставлять, то есть мы не смогли эту информацию замолчать, как делают все остальные. у нас скважина растампонирована, у нас такое безобразие, что это просто ужас. О чем вы вообще говорите, когда вы не видите очевидных вещей? Ну, 1 сентября к нам приехала комиссия, два товарища, один был в таких ботиночках, беленьких, весь беленький, весь беленький, и с ним был вот этот Софиул, как-то у него этот сам отчество. Они сразу нам говорят, ой, нам в аэропорте три часа, тут, значит, они ничего с новокоперцами, они похожи с администрацией, все уже договорились, все у них шито-крыто, мы им говорим, мы требуем независимую комиссию, а не то, чтобы приехали тут шура-мура свай, ну, значит, так, едем на экскурсию в Пеховку, поехали мы на экскурсию в Пеховку на Андреевой машине, а там грязь не пролазная. Короче, мы туда кое-как доехали, этот Софиулевич встал возле, а там скважина истекает, там радиация 64 и более, ну, короче, вот этот Софиулевич, ну, он постоял, я говорю, гражданин, подойдем к скважине, он говорит, да вы что, у меня молодая жена. А, нет, это обычная вода. Кстати, как вы думаете, откуда УГМК будет брать воду для своего производства? Вода. Все дело в том, что для одной тонны концентрата, рудного концентрата, необходимо 50 тонн воды. Это породы из аналогичного месторождения Сетбери в Канаде. Вот это вот вся порода, пустая порода, вот это вот темно-зеленая до черного темноцветная порода. А вот такие вот участочки блестит немножко, вот линзочки небольшие, но это будем считать, что это месторождение в миниатюре. Из такой вот породы надо ее добыть, раздробить и потом флотационным способом отделить рудную часть от пустой породы. И на это все требуется на тонну рудного концентрата 50 тонн воды. На флотацию понадобятся огромные объемы воды, реки воды, причем вода будет браться чистая, хорошая из реки Хапер и из тех рек, которые впадают в него, а выходить будет вода ядовитая, кислая и отравленная, непригодная абсолютно ни для чего. Самое поганое будет предприятие ГОКовское, будут хвостохранилища, где будет пылить, дымить и уходить в атмосферу скрышная порода, в которой очень много мышьяка. На встрече в свое время с министром природных ресурсов Донским был такой, Сергей Ефимович Донской, потом убрали, стал коголкин, а сейчас и эти вышли в отставку. Я ему говорил, вы помните, как раз в тот год была песчаная буря из Сахары, песок попал в Лондон. Представляете, да, пролетел в Сахару, Средиземное море, Европу, Ла-Манш и накрыл Лондон. Вот то же самое, говорю, там будет пылить мышьяк, который по розе ветров залетит до Москвы, нечего делать, и упадет нам на голову кислотно, мы еще дождем. Он говорил, да, это очень плохо. Если это очень плохо, так нельзя давать разрешение на разработку этого месторождения, надо закрыть его и прочее, прочее. Разработка медмоникерового месторождения в Воронежской области потребует отчуждения примерно 700 гектар черноземных почв с запасами ценнейшего гумуса около 385 тысяч тонн, а это около 3,5 миллиардов рублей. Отток и загрязнение поверхностных и подземных вод негативно скажется на сельскохозяйственных предприятиях региона. Прямой ущерб будет нанесен далеко за пределами рассчитанных 700 гектар зоны выведения пахотных земель. На данный момент разработчики не представили подробных расчетов, а также не учли утраченную выгоду от использования ценных почв не по прямому значению. Цифра эта рассчитывается до 100 лет вперед и составляет по примерным оценкам около 1 триллиона рублей. Если эти суммы включить в цену землеотвода, то разработка месторождения окажется нерентабельной. Губернаторы тогда Гордеев, а сейчас Гусев в один голос заявляли, что без разрешения людей ничего строиться не будет и что они готовы к диалогу. Но никакого диалога не получилось. Так при областном правительстве был создан общественный совет, в который вошли в основном лояльные власти люди. А мнение активистов на нем никто не учитывал. Господином Гордеевым в 12-м году был создан, ну тогда называли общественный совет, мы его дали переименованы на лжеобщественной, потому что там все наймиты у ГМК. Ишкова предъявила вот эти вот все анализы страшные. Ну и потом, значит, они начали что-то свои там умничать. Я беру эти бутылки, которые стали уже цвет непонятный какого, подхожу, стаканчики у нас были одноразовые, и говорю, пейте. Ставлю им стаканы, они тут, вы сами пейте, я знаю, что она отравлена, вы пейте, вы людей заставляете эту гадость, этой гадости травиться, и вы позволяете себе здесь сидеть. ну вот, и, конечно, они это спрятали, пить они ничего не стали. В этот же общественный совет мы каждый раз попадаем боем, нас туда не записывают, ключников, этот депутат, которого пора уже поганой метлой выгнать, он себе позволяет все, что хочешь, хотя его народ по большому счету выбрал, я не знаю, конечно, как все это происходит, вернее, я знаю, как все это происходит, но, тем не менее, но, коли он депутат, он должен быть слугой народной, но он хамит, он наглеет, и, то есть, они, они не волю народа, они, то есть, УГМК у нас хозяин на нашей земле, а мы здесь, мы здесь, никто нас не хочет слышать, все боятся, ко мне лично подходит и говорит, ну, как твой никель? Я говорю, да мой никель, ничего, а ваш, как никель? Работа активистов велась не только на улице, но и в различных государственных инстанциях. Так они передали губернатору Гордееву и в администрацию президента больше ста тысяч подписей против добычи никеля. А в судах им удалось добиться независимой экспертизы. Правда, и здесь не обошлось без преград. С начала 2014 года мы начали собирать очень активно подписи во всех городах, выезжали в села, и люди очень активно откликались. Все даже друг друга оповещали, что подписи собираются. Нас в интернете люди из других мест спрашивали, чем вам помочь, распечатывали подписные листы. В основном этим занимались даже те, кто рождены были в этих краях черноземья. И у них боль за свою землю была настолько сильна, что они в своих новых местах жительства поднимали всех на уши и заставляли просто всех собирать эти подписи как можно больше. И нам сюда все присылали. Также и бывшему нашему губернатору Гордееву передавались эти же подписи. Ответа никакого официального не получено, потому что все его слова, что с мнением народа будет согласовано начало добычи. И если народ против, то добычи не будет. Все это осталось только постоянное обещание. 11 октября мы передавали более 100 тысяч подписей новому губернатору Воронежской области Гусеву Александру Николаевичу. Мы напомнили ему там о нарушениях Конституции, о том, что очень тяжелые последствия будут не только у Воронежской области, а всего центрального региона в случае реализации. Просили его ответить лично, но ответа от него лично так и не получили. Мы благодарны Воронежскому суду то, что он посчитал наши доказательства надлежащими и признал, что есть спор, и его можно, как мы и просили, разрешить только судебной экспертизой. Первую экспертизу суд назначил в лабораторию Чистая вода, которая и проводила нам честное исследование, и мы получили экспертное заключение. Через две недели после этого определения суда аккредитацию данной лаборатории приостанавливают. Как мы потом узнали, у Деревской адвокат, у ММСК, которая присутствует на суде третьей стороной, написала заявление в прокуратуру города Москвы проверить деятельность данной лаборатории. Ну, стоит только сказать фаз на какую-нибудь организацию, конечно, недочеты можно найти всегда при желании, и эту аккредитацию весной просто закрывают и лишают аккредитации. Две другие организации, которые суд потом повторно назначает в дальнейшем, сами уже отказываются от проведения судебной экспертизы. В четвертый раз суд летом назначает судебную экспертизу в научно-исследовательский институт радиационной гигиены имени Рамзаева в Санкт-Петербург. Они, этот НИИ тоже при Роспотребнодзоре, доверия тоже у нас нет абсолютно никакого, но мы просто в безвыходном положении, потому что больше провести негде. Все организации независимы, как только они слышат Роспотребнодзор, никто не хочет с ним ссориться, они просто отказываются провести эту экспертизу. Сотрудники НИИ прислали ответ и нам, и суду, что считают вопросы, поставленные судом на разрешение эксперта, некорректными, и хотели заставить нас, чтобы мы провели исследование полное и на альфа, и на бета, и на радон, и сделать расширенный радионуклиный анализ. Стоимость такой экспертизы сразу подскакивает в разы 400 с лишним тысяч. Откуда у нас такие деньги? Ну, конечно, может быть, и цель у них была, чтобы мы сами отказались от проведения судебной экспертизы. В апреле 2015 года группа активистов отвезла все это в Москву и во всех инстанциях оставили эти пакеты подписей. Огромные папки, об этом есть у нас тоже материал в интернете, и мы с таким напряжением ждали ответа, и как обычно, нам пришла очередная отписка, что эти подписи получены, но добыча никеля это проблема не регионального значения, а федерального значения, поэтому с нашим мнением никто и не собирался считаться. Люди убедились, что им просто плюют в лицо, люди убедились, что наше мнение ничего не решает, и все решают только кошельки. 22 октября у нас стояло заседание Воронежского областного суда, где суд услышал наши доводы, и оставил вопросы без изменения, только по суммарной альфа-активности, но в той смете, которую прислала эта организация, указано, что минимальная сумма оплаты, с которой они начинают работать, это 221 тысяча рублей. У нас было собрано значительно меньше. Вот сейчас мы собираем деньги, у нас карточка аккредитовная движением ООО Стопникель, и вот добровольное пожертвование людей, спасибо им огромное за то, что они всегда нам помогали и помогают, только вот совместными такими усилиями мы можем делать какие-то такие вот большие дела. Эта сумма практически уже набрана, но нам надо еще немножечко больше, чтобы параллельно провести свои исследования, как мы делаем каждый год, доверия. Нет, абсолютно, потому что нас постоянно нам врут и нас обманывают. Уголовное дело против хоперских активистов, которое топ-менеджмент УГМК придумало в 2013 году, развалилось в суде за три года следствие, которое люди осидели в тюрьме из-за провокации УГМК, ничего компания не смогла доказать, ни следствия, ни компания, и стало очевидно, что УГМК вот таким образом и планирует работать с местным населением. То есть, если оно не согласно, то оно сделает их согласными, допустим, там неугодных устранят, посадят. Это еще раз доказывает, что сам проект по себе очень непрозрачный, имеет цели, которые не совпадают с целями местного населения, и еще раз доказывает, что протекст абсолютно прозрачный, настоящий, что люди борются просто за свою землю. Они понимают, мы проводили научную оценку и не раз, доказывали, что проект полностью по всем основным показателям по социальному, экологическому, экономическому не выгоден ни местному населению, ни даже региону. Он выгоден исключительно тому, кто владеет компанией, владеет месторождением, которые там добудут эти ресурсы, оставят кучу отходов просто в районе, а отходы на самом деле радиоактивные, давитые, то, что на тысячу лет вперед испортят эту землю, а деньги заберут все в офшоры, которые даже в России не останутся. Меня зовут Константин Рубахин, я координатор движения в защиту ХАПРА. Мы уже в прошлом году вам говорили о нашей проблеме. В защиту? Воронежская область, но проблема затрагивает не только Воронежская область, это и Волгоградская область, и Тамбовская область. По оценкам ученых, за 40 лет, на которые рассчитана эта добыча, депрессионная воронка, ее диаметр превысит 50 километров, будет нанесен вред почвам, вред Хаперскому заповеднику, а эта земля может кормить не 40 лет людей, а тысячелетия. И на самом деле... Но вы сейчас представляете, надеюсь, не интересы, конкурирующей фирмы. Нет, мы абсолютно против добычи никеля, кем бы это не было. Абсолютно против, кем бы это не было. Мы хотим, чтобы проект запретили. 98% по подсчетам института социологии РАН, населения Новохаперского района, где пытаются добыть, категорически против. И там этот конфликт становится уже социальным. То есть та добыча, которая там ведется, то есть разведка, нам говорят, что сейчас мы проводим разведку, а потом решим. На самом деле, было проведено в 90-м году, и запасы этого месторождения были приняты на баланс. И вот сейчас просто компания за эти два года хочет зайти, а потом не уйти. Вот мы хотим, чтобы это становилось сейчас, иначе это будет действительно огромный социальный конфликт. Люди тысячами выходят на улицы. До 85% местных городов выходят на улицы и протестуют. 5-6 тысяч человек. Давайте посмотрим. Я вам предам. Давайте посмотрим. Знаете, я хотел бы... Спасибо большое. Спасибо. Хотел бы вот как прокомментировать. Думаю, что ничего нового в этом отношении не скажу. Всегда существует проблема между развитием и сохранением природы. Вот этот конфликт интересов, он всегда существует. И нужно... Государство должно действовать таким образом, чтобы и развитие обеспечить, создать новые места, двигаться вперед и в то же время сохранить по максимуму природу. Каждый конкретный случай имеет свое собственное измерение. Давайте к этому вернемся еще раз. Да, надо сказать, что экспорт этого металла просто уйдет с зарубежья, 96% его продается, и речь идет о 3 тысяч рабочих мест. А с тысячелетия развития, которое отрежет вот это вот добыча металлов через ту землю, через ту воду, просто будут перечеркнуты. И действительно, с точки зрения устойчивого развитием обеспечения доктринной продовольственной безопасности, сейчас именно это... Дело в том, что там уже, по-моему, лицензии выдано, да идет спор за эти лицензии. Нет, спора никакого нет. Никакой компании, которая претендовала на это недра, нет. Потому что дураков, извините, нет. Потому что там действительно люди против категорически. Хорошо, договорились. Посмотрим еще раз. Вот и все дела с этим проектом и с нашим уголовным делом, из-за которого мне приходится жить вне России уже 7 лет. Но он продолжает помогать движению из-за рубежа. Так он и другие ребята сделали сайт SafeHopper, где можно получить еще больше информации по проекту с документами, ответами и экспертными заключениями. Обязательно посмотрите потом. Я хочу вам сказать, вы молодцы. Вы первый из тех, кто поняли, что здесь происходит. Здесь происходит не просто уничтожение черноземного района. Здесь происходит не только начало голодного пути, а это будет так, когда построят здесь все эти заводы, когда построят все перерабатывающие комбинаты. Ничего не вырастет здесь больше. Будет голод. Вам придется либо покупать производство какие-то продукты, либо уходить отсюда. Поэтому, если кто-то хочет оставаться на этой земле, то надо за нее бороться до конца. Проблема не обошла стороной и экоактивистов из Москвы. Так Николай Ляскин выступал здесь еще в 2012 году и предостерегал власти от возможных ошибок. Но за 8 лет риторика этой самой власти не сильно изменилась. Проблема с никелем и добычей никеля в Воронеже. Я столкнулся с тут давно. Еще в 2012 году я приезжал в Воронежскую область, встречался с активистами, которые были против этого всего. Было такое движение Стоп Никель. Было движение Спасем Хопер. И уже тогда, в 2012 году, большое количество экспертов сказали, нельзя этого делать. Нельзя здесь добывать никель. Местные жители встали лагерем и сказали, что мы не допустим добычи никеля в Новохоперском регионе. А люди сказали, что Хоперский заповедник будет уничтожен. И люди реально жили на том месте, где планировались работы по добычу никеля. Было очень большое противостояние. И на самом деле активисты победили. Пока, на данный момент, сегодня уже 2020 год, а добычи никеля нет. Но это важно помнить, что люди боролись за свою землю. Люди боролись за свой регион. И они готовы были бороться до конца. На кого-то были заведены уголовные дела. Кому-то пришлось уехать из страны. Да, это цена ваших спасенных жизней. Это цена будущих поколений в Воронежской области и, возможно, части России. Но нельзя сейчас сделать так, чтобы эти все труды пропали даром. Нельзя сделать так, чтобы кто-то во власти взял и подумал, ну что там, протесты ухтихамирились. Люди теперь, наверное, за никель. Очень он им понравился. Давайте теперь добывать, не глядя. Нет, конечно, добыча никеля это ужаснейшее зло для всей области. Эту тему практически наш институт вошел с самого начала. Когда, по-моему, 6 или 7 лет назад общественная палата при президенте Российской Федерации рассматривала этот вопрос влияния строительства горно-обогатительного комбината по разработке никеля и месторождения на черноземах. Я оказался среди приглашенных экспертов по как раз по этому вопросу. Что интересно, было много специалистов различных профилей, каждое практически направление было представлено экспертом. И все в один голос сказали, что разрабатывать месторождение на черноземах нельзя. было принято такое решение, обращение к Путину по этому вопросу. Почему к Путину? Потому что Путин, будучи премьер-министром, подписал вот это постановление о передаче земли. И вроде как бы там хотели сначала сделать свиноглодческие комплексы сельскохозяйственные, а потом перевели ее на земли на доразведку этого месторождения. Это месторождение известное, оно было открыто в СССР, и тогда Воротников, будущий предсовмина Российской, РСФСР, сказал Косыгину при встрече, что вот, вы знаете, Николаевич, а кто не знает, Косыгин был представителем министров СССР, вот мы тут нашли никель, хорошо бы нам было бы, конечно, тут его разработать, на что Косыгин, а это все-таки был государственный человек, государственному, он сказал, нет, ребята, нельзя трогать чернозема, потому что чернозема это наша житница, это то, что нас кормит. Вот, знаете, получается так, что тогда почему-то у людей, деленных властью, мозги были, а у современных людей с мозгами очень плохо. Когда подписывались документы на проведение геолого-разведочных работ, на возможность у ГМК провозить работы, на возможную дальнейшем добычу никеля, Воронежской областью руководил Алексей Гордеев. Такой человек, который, наверное, помимо Воронежской области, известен только экологам, потому что сейчас он отвечает, представляет все правительство по вопросам экологии. И мы все видим, что творится у нас в стране с экологией. Мы видим, как Челябинск задыхается, как мусор завалил все города страны, о том, как леса вырубаются, продаются китайцам. И вот, как будто бы этого ничего не происходит, как будто бы не появляется этих вот мусоросжигающих заводов по всей стране, и неувеличение количества больных никого не волнует. Вот за этим всем также стоит Гордеев. И вот, мы о чем можем говорить? Человек в свое время предал Воронежскую область, отдал ее на растерзание жуликам, а сейчас он занимает такой большой пост, и он подумал, ну, смотрите, там, в Воронежской области немножко побузили, ну, значит, мы повезем мусор куда-нибудь в Архангельскую область или в Калужскую. Значит, мы построим где-нибудь под Казанью мусоросжигающий завод, или вокруг Москвы кольцо из этих мусоросжигающих заводов сделаем. Не так давно, где-то с полгода назад завальный Павел Николаевич, председатель комитета Госдумы по энергетике, который в одном интервью заявил, что мы срочно в России должны выбрать, добыть все месторождения, все металлы всех месторождений и продать. Вот мне непонятно эта позиция. Наращивали минеральную сырьевую базу исключительно для развития и укрепления своего государства, но никак не на продажу. Так вот, эти люди, их ничего не волнует, кроме поста, которым они занимают, денег, которых они воруют, и связи, которых они нарабатывают тем самым коррупционным путем. Все, и они живут в каком-то своем маленьком мерке, готовые в любую секунду увезти всю свою семью за границу, сами уехать за границу, а мы здесь останемся с ураном в колодцах, с дымом в воздухе, с ужаснейшей экологией и больными родственниками. Проблемы с экологией, проблемы со здоровьем, проблемы с работой, проблемы с жизнью. И вот то, что мы слышим, вот это мы должны видеть, когда люди говорят добыча никеля в Воронежской области. Были форумы Черноземья 21, я как раз выступал данным закладом, ну да, вы критикуете, но предложите альтернативу. Я предложил, да, там есть приколепный заповедник, ну прекрасный заповедник. Пожалуйста, сделайте экатурии, сделайте садатуре, потому что в этих водах глубоких есть очень полезные бромо-йодистые воды, они лечат псарисы. Ну, пожалуйста, альтернативу, не надо разрабатывать и поднимать никель с медью и с мышьяком на поверхность. А займитесь другими, вкладывайте деньги в развитие района, вот с точки зрения экологии, с точки зрения здравоохранения и прочих вещей. А если вы хотите, чтобы там были хвостохранилища, чтобы это попадалось в атмосферу, дальше мы будем загрязнять водоносный горизонт, из которого они все пьют воду, а пьют воду в основном все централизовано с водоснабжением из водоносного горизонта, который находится в зоне активного водообмена. Но в связи с тем, что перераспределилось с давлением пластового, то снизу подходят солоноватые воды и рассолы. Понимаете, да? А в колоссах вода падает, падает уровень. Пропал пруд, вот некоторые казаки говорят, как так был пруд, мы там ловили рыбу, а тут пришли, рыбы нет. Почему? очень просто. Упали уровни. Раньше этот пруд питался за счет подземных вод, но в связи с тем, что уровни упали, пруд стал областью питания и ушел обратно в подземлю. Вот простое обрегрение, простое объяснение. Значит, вот если мы сейчас все вот так, не будем даваться в очень большую науку, просто скажем, ребята, вы знаете, вот мы совокупность берем, значит, три составляющие. У нас воздух, вода, да? Воздух, вода, почва. Значит, вот если там будет шахта, будут переработаны, это естественно, там с флотацией, с колоссальным количеством воды, а его надо забирать откуда? Из хопра, хопер милеет, милеет дон. Ведь все это взаимосвязано в единую водную систему. Значит, мы убьем почвы. Почва, черноземы, как говорил Докучаев, это богатство, данное Богом. И если мы с вами еще раз вернемся к устойчивому развитию, вот о чем была конференция в Воронеже, что мы оставим с нашим потомком? Вот мы должны оставить им природу так, чтобы она существовала и в их поколениях. А если мы сейчас грохнем черноземы, они никогда больше не восстановятся. Мы просто получим тут шлакохранилище, хвостохранилище, значит, никель уйдет в Германию, деньги уйдут в офшоры, а люди получат радиоактивные заражения и прочие тяжелые металлы на голову. Вот в чем вопрос, о чем мы им всегда говорили везде, в прямых эфирах, на народном радио, я не помню где, во всех каналах, где я только не выступал, я говорю, нужно срочно остановить этот проект, он пагубный. Я еще как член общественного совета Роснедр об этом говорил, когда выступали, писали, департамент Министерства природных ресурсов, об этом говорил вслух. Ну что, они все молчат. А почему, знаете, потому что все это решает один человек, имя этого человека, вы знаете, я не хочу называть его совесть. Сюжеты про новохоперский никель дошли и до федеральных телеканалов. И даже там тема загрязнения окружающей среды основная. Жители сразу двух регионов России оказались в зоне риска из-за добычи никеля, чернозем и грунтовые воды в Воронежской и Волгоградской областях могут быть заражены радиоактивными веществами. Борьба между населением и двоющей компанией тянется уже несколько лет, однако ситуация не меняется, в то время как количество пациентов онкологических отделений там неумолимо растет. Все подробности у Олега Барышева. Да, мы штаб Навального в Воронеже, но ситуация с никелем, о которой мы сейчас рассказали, она гораздо шире, чем наш город или область. Она затронет и наших соседей. И на самом деле это самая важная тема из тех, которые мы поднимаем. Потому что не станет Путина, не станет Гордеева или Гусева, а добыча никеля отравит эту землю на сотни лет вперед. Навсегда. И вот странная штука, но то, как будет выглядеть наша земля, зависит от вас, от человека, который просто случайно включил Ютуб. Будут ли уничтожены гектары земли, покроет ли радиация фермы и пашни и смогут ли через сотню лет люди здесь пить чистую воду и дышать чистым воздухом. Все зависит от вас. Мы сейчас сделали все, что смогли. Вам эту историю рассказали. А теперь нужно сделать так, чтобы власть нас послушала. Поделитесь этим видео со своим другом, а тот пусть поделится со своим. И посылайте его своим родственникам, друзьям и знакомым в соседние регионы. Мы должны защитить свою землю и не дать олигархам и жуликам из Единой России, которые их покрывают, ее уничтожить. Подписывайтесь на наш канал. На листах здрав. С одной стороны здравый смысл, с другой стороны жажда наживы. Информация скрывает. Власти спросить требуют. А если мы сейчас грохнем черноземы, они никогда больше не восстановятся. Здесь зависит все-таки от этого. Почему она уничтожает нашу землю? Отбирает у наших людей будущее. Народ поймет, что его обманули и все-таки народ выйдет. Все зависит от вас. Только мы сможем сделать нашу страну лучше. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok